Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 410 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий, заряженный бодростью Сергей Кезоркин. Со мной не соскучишься. Одним броском на обе лопатки самарские самбисты определили чемпионов города. У них нокаут – дело обычное. Межрегиональный турнир прошел в Самаре по тайскому боксу. Встали на лыжи ночью. Гонка Соколей-горы собрала на старте сотни экстремалов. Юные хоккеисты разыграли золотую шайбу. Финалисты городского этапа продолжают сражаться в областном турнире. В Самаре определились победители золотой шайбы. Этап всероссийского турнира любительских детских команд проходил в городе 3 недели. 30 матчей, 17 команд и только 3 путевки на областной финал. Итоги соревнований подвел мастер спорта. Фортуна просто обязана улыбнуться его команде в городском хоккейном турнире «Золотая шайба». Уверен Иван Краснов – игрок Фортуны. Готовиться к соревнованиям они начали еще осенью. Играли в футбол с наступлением зимы. Вышли на лед. Учились забивать шайбу ворота. Получается. Фортуна рассчитывает занять первое место. У меня есть мечта только выиграть. Открывали городской этап всероссийского турнира «Золотая шайба» на площади Куйбышева почетные гости. Руководство департамента спорта, Федерации хоккея Самары и городские депутаты. На символическое вбрасывание шайбы вышел председатель думы Алексей Дегтев. В прошлом галкипер подростковой хоккейной команды. Куйбышев Самара всегда был городом, где не просто любят хоккея, а сотни тысяч мальчишек разных возрастов играли и играют. И сегодня у нас созданы все необходимые достаточно условия, чтобы возродить на прежнем уровне всеми любимый нами такой вид спорта, как хоккей с шайбой. Три комплекта наград разыграли 17 команд юным хоккеистам, мальчишкам и девчонкам от 8 до 14 лет. Матчи проходили по понедельникам, вторникам и четвергам в спорткомплексе «Орбита» с 10 утра и до часа дня. Обладатели «Золотой шайбы» определились 30 января. В дивизионе 14-летних хоккеистов за первое место играли «Союз» и «Меридиан». Первый период начался для нас, еще команды, довольно хорошо. Мы быстро забили гол, потом пропустили два. Но в третьем периоде, после того, как нам тренер рассказал, что нужно делать, мы собрались с командой и отыгрались, и даже забили третью шайбу победы. Сыграть в великолепной пятерке с лучшим вратарем турнира «Золотая шайба» Дмитрий Гущин мечтал еще 10-летней мальчишкой. Начинал тренироваться в команде «Космические аллигаторы». Завершает карьеру в юношеском хоккее за команду «Союз». Финальный матч против команды «Меридиан» получился валидольным. В итоге игроки «Союза» победили 3-2 и золотые медали в награду. Эмоции на высоте, естественно, все-таки первое место заняли. На область готовимся, рассчитываем на первое место и выехать на Россию. Авиатор празднует победу в младшей возрастной категории. Чемпион в дивизионе 12-летних хоккеистов турнира «Золотая шайба» команда «Чайка». Старейший городской клуб ежегодно становится победителем этих соревнований. На этот раз у команды 14-летних хоккеистов еще и бронзовые медали. Победы даются тяжело, рассказали спортсмены. Турнир проходил интересно, много игр. Но игры всегда для игроков хорошо. Так подобрались опыта. Выиграли. Первое место хорошо. «Золотая шайба» в Самаре впервые прошла без претензий со стороны команд-участниц. Все остались довольны. Отличный результат – это итог совместной плодотворной работы городского департамента спорта и Федерации хоккея Самары. Главное достижение того, что «Золотая шайба» переходит на новый уровень. Ну а по организации хотелось бы отметить то, что в этом году мы впервые провели соревнования с Городской Федерацией хоккея. И надо отдать должное, что первый блин не вышел комом. И я думаю, что впереди нас ждет очень большое взаимное сотрудничество. Федерация хоккея Самары впервые за три года работы привлечена к организации городского турнира «Золотая шайба». Совместно с департаментом спорта проведена масштабная подготовительная работа. Мандатная комиссия проверила документы игроков, их статус. В соревнованиях участвуют только любители. Спортивный лагерь «Олимп» взял на себя организацию проведения турнира в спорткомплексе «Орбита». Федерация хоккея Самары обеспечивает компетентное судейство. «Орбитры» обслуживают матчи профессиональных команд. И любительские соревнования провели тоже на достаточно высоком уровне. Турнир в этом сезоне был проведен на достаточно высоком, на мой взгляд, уровне. Федерация хоккея города Самары вкупе с департаментом спорта и так далее, я думаю, справились вполне, справились на ура. И вручение, собственно, сегодняшнее показало, что, в общем-то, совершенно достойно турнир проведен. Мы всем довольны абсолютно. В 2020 году за призы турнира «Золотая шайба» в Самаре сразились в трех возрастных категориях 17 команд. Это «Авиатор», «Запонской», «Звезда», «Медведи», «Меридиан», «Сатурн», «Союз», «Фортуна», «Чайка» и «Ястребы». Кто-то титулованные соперники, кто-то вышел на соревновательный лед впервые. Но у всех был шанс показать красивый, интересный и зрелищный хоккей. В итоге чемпионами стали команды «Авиатор», «Союз» и «Чайка». Впереди у них финал областных соревнований. А если они станут первыми и там, то поедут на суперфинал всероссийской «Золотой шайбы». Спортивный туризм докатился и до Самары. Более тысячи лыжников со всего света приехали на гонку «Соколь и горы». Было три старта. Один из них прошел после захода солнца. Под фонарями и звездами, под ярким солнцем экстремалов увидел мастер спорта. Владимир Пивень и Александр Туркот приехали на ночную гонку в Самару из Казахстана. Друзья рассказали, что таких соревнований они еще не видели. Впервые спортсмены побегут на лыжах под свет головных фонариков. «Прекрасное настроение, все, кураж есть, желание есть, лыжи катят, значит все пойдет». Ночная гонка – это первый этап из трех стартов соревнований «Соколь и горы». Спортсмены бегут две дистанции – пять километров начинающие и женщины, десятку – мужчины. «Это очень зрелищное событие, потому что оно проводится уже очень давно у нас, уже такое традиционное. И очень красиво все это выглядит, когда несколько сотен лыжников уходят в лес с фонариками, когда пробегает финишный створ». У кого не получилось выиграть ночную гонку, попытали спортивное счастье в субботу и воскресенье. Их ждали семь дистанций на любой вкус и уровень подготовки – от 10 до 51 километра. Стартовали участники в 11 утра. «Одно из самых статусных мероприятий, которое привлекает огромное количество людей, не только, оно не локальное, оно уже не станет международным форматом, фактически, поэтому это его и есть особенность. И организаторы большие молодцы, потому что они вкладывают огромное количество усилий для того, чтобы развивать именно этот формат. И я уверен, что он не остановится и с каждым годом будет все более насыщенным и будет привлекать гораздо больше участников и постоянно расти. И в конечном итоге мы станем, наверное, самым значимым событием Российской Федерации». За три гоночных дня на трассы вышло более тысячи участников. Лыжники представляли половину регионов России. Были среди претендентов на медали и зарубежные спортсмены из шести стран мира. «Соколи-горы» – это, безусловно, самые престижные сейчас лыжные старты, которые проводятся в Самарской области. Мы очень этим гордимся. Эти старты даже завоевали второе место в туристической премии Russian Event Awards. И это большая гордость и честь для нашего города. Самара постепенно становится меккой спортивного туризма. Ведь кроме гонок, лыжников, в свободное от стартов время ждали экскурсии по городу и обширная развлекательная программа. Нокаут в этом виде спорта – дело обычное, ведь в ходу в основном удары ногами. В любую часть тела. В Самаре прошел межрегиональный турнир по тайскому боксу. Как устоять на ногах, да еще и победить, расскажет мастер спорта. 20 секунд в первом раунде хватило Анастасии Христиковой, чтобы победить. Тайский боксер рассказала, она не любит задерживаться долго на ринге. Учеба в школе и тренировки на первом месте. Медали – это всего лишь результат кропотливого труда. От меня девочки получают хай-кик в голову, и мой коронный удар – это лоу-кик. Я бью лоу-кик, и когда бью так, то, что сильно, и их ноги, они падают. Они сами падают. Первенство спортклуба «Пересвет» проходит не первый год. На этот раз за медали сражались больше полторы сотни тайских боксеров из 17 клубов. Это бойцы не только из Самары и региона, но и из соседних областей – Оренбуржья, Ульяновской и Татарстана. А начиналось все с небольшого турнира. Он вообще затевался как дворовый турнир. Это для местных клубов самарских. Но поскольку он оказался очень популярным, очень востребованным, очень таким семейным, он уже на втором этапе собрал в два раза больше участников. То есть, если на первом этапе мы насчитывали порядка 40-9 человек, то на втором уже было 93. Самара выставила на турнир 90 спортсменов. Это были лучшие бойцы города. Тайский бокс – непредсказуемый вид спорта. Можно проигрывать все два раунда, а в третьем ударить, как говорится, лайки-панч, и бой остановится. Ввиду невозможности продолжать бой. Ульяновск выставил на турнир 26 спортсменов. Ехали не за медалями, рассказал президент местной федерации, а за соревновательным опытом. Впервые мы так массово выезжаем, решили поддержать хороший турнир. На этот турнир мы привезли больше новички и чуть выше новичков. Это класс С, класс Б. На ринг выходили и мальчишки, и девчонки с шести лет на разогреве публики. Для самых юных у нас это проводится как контрольная тренировка. Потому что, ну, така бы правила. А так самые юные участники, они выходят, и мы создаем им такую же атмосферу, как и для взрослых. Кульминацией спортивного праздника стали поединки мужчин. Система олимпийская, проиграл, вылетел. И новшество мы начали в Самарском регионе активно развивать, разноклассовку, так сказать, бойцов. Это уровень бойцов. То есть класса С новички, класс Б, те, кто уже набрали небольшой опыт, и класса, кто достаточно хорошо и часто выступает. Классы, возраст могут быть одни и те же. Но уровень подготовки зачастую очень важен. То есть, чтобы не ломать начальный этап спортсменов, мы подбираем ему подходящего соперника, чтобы не попал подопытного и не отбить желание заниматься дальше тайским боксом. У нас разрешены удары ногами, руками, локтями, коленями. Также броски разрешены. Более обширная техника. Ну и также музыку, вы, наверное, слышите. Это тоже свойственная давняя традиция, так как тайскому боксу около двух с половиной тысячи лет. И эти традиции сохранились до наших дней. Всего было разыграно 19 комплектов наград. Плюс лучшие бойцы получили индивидуальные призы. Это будет традиционный турнир, который будет проводиться два раза в год. Это зимний этап. Это всегда либо начало февраля, либо конец января, как сейчас. И перед школьными каникулами, прямо вот первые числа июня, мы тоже открываем летний этап кубка. Пока кубок выигрывает клуб «Пересвет». Но организаторы турнира надеются, что эта традиция когда-нибудь прекратится и гран-при будет, как и положено, переходящим призом. А значит, поединки станут еще интереснее, а претендентов на первое место станет еще больше. А у самарских самбистов прошла генеральная репетиция перед первенством области. Городские соревнования собрали на татами почти полторы сотни борцов. С будущими чемпионами познакомился мастер спорта. Егор Орлов – чемпион Самары по самбо. Бороться любит, особенно в партере. Положить соперника на обе лопатки для него пара пустяков. За пять лет не пропустил ни одну тренировку. В зал спортсмен ходит, как в школу, пять раз в неделю. Егор мечтает, когда вырастет, стать чемпионом мира. Самбо – более интересная борьба в плане того, что спортсменов намного больше, ты узнаешь их, и можно делать разные приемы. Первенство Самары по самбо проходит по классической схеме. Девять весовых категорий, две возрастные группы. Спортсменам от 13 до 16 лет. За медали боролись порядка 100 участников. Для вновь созданной городской федерацией самбо – это достижение. Ведь первенство – это их дебютное соревнование. Я, когда еще сам был молодым и тренировался, боролся, всегда мы выступали в клубе, в клубе боролись, потом на городе, а потом только на области. Поэтому поэтапные, они молодые еще у нас, мы им даем возможность больше пробороться. Самарская область, чтобы они более сильнее стали здесь. И работа над ошибкой, естественно. Главное – работа над ошибкой. А чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне, всестороннюю поддержку федерации самбо оказал городской департамент спорта. Мы уделяем особое внимание этому, чтобы соревнования проходили на соответствующих объектах спорта, были обеспечены медицинским сопровождением, квалифицированным судейством и безопасностью участников соревнований. Первенство города – это генеральная репетиция перед областными соревнованиями. Туда поедут все спортсмены, кто прошел саммарский этап. Там самбистам уже ошибаться нельзя. Победителей ждет первенство по Волжье. На сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин